Наш оператор нас уже потерял, потому что нас отнесло течением. Ребята, пока мы плыли по реке, мы обнеружили чей-то дом там в лесу. Нас реально внусят! Я не могу плыть! София упала в воду! Нет! Мама! Мама! Привет, я Анимэджик, со мной тут мои питомцы. И сегодня мы, наконец-то, ребята, отправляемся в наш пробный первый заплыв по реке на сапсерфинге. А все потому, что вы собирали тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч лайков за это видео, вы за него практически голосовали. Но дело в том, что это будет наш первый заплыв, и поэтому я хочу для начала взять только одну собаку, и это будет Софиша. Потому что она меньше всех боится воды, больше всего любит плавать, и если какая-то непредвиденная ситуация случится, она очень быстро сориентируется. Это первое. А второе, нам нужно изучить маршрут, по которому мы впоследствии поплывем уже со всеми четырьмя собаками. И я его уже потом сниму дроном с высоты, чтобы вы видели всю реку, всю эту длину, по которой мы поплывем. Я думаю, это будет просто эпик. Так что, если вы хотите поскорее ролик со всеми четырьмя в заплыве, со всеми собаками, или даже, я подумала, неплохо было бы попробовать совершить такой заплыв ски с Алисой, то давайте соберем на этом ролике снова сто тысяч лайков. Я просто знаю, что вы на это способны, вы бомбически, и продолжаем взрывать YouTube. И еще одна новость у меня для вас, это то, что наконец-то на нашем канале случилось 2,5 миллиона подписчиков, а я обещала, что на 3 миллиона у нас на канале появится новый питомец. Но я подумала, что неплохо было бы сделать вам и на 2,5 миллиона очень крутой сюрприз. И у нас будет питомец на 2,5 миллиона. Я хочу, чтобы вы попробовали догадать в комментариях, кто это. Он находится за этой дверью. Этот очень милый сюрприз. Только обязательно пишите комментарии больше четырех слов, потому что именно такие комментарии, как и ваши магические лайки, помогают нашему каналу развиваться. И до того, как мы отправимся, я хотела показать кое-какие покупочки. Вы писали, что вам нравится, когда я обозреваю что-то такое. Я обязательно всегда на прогулку беру какую-нибудь поилку для собак. И вот я купила на Алике вот такую вот очень прикольную поилку. У нее здесь кнопочка, ты вот так нажимаешь. И вот тут вот льется водичка. Она такая прям классно выглядит, стильная очень. И к этой поилке я заказала вот такие вот рулетки. Заменила свои старые рулетки на вот такие вот серенькие. Очень классные, стильненькие рулеточки. Тоже на Алике. Незадорого причем. И как-то в одном из видео, по-моему, про новую комнату питомцев, я говорила, что я купила, чтобы мне было проще гулять с четырьмя собаками, такие сворочки как бы. То есть вот это прицепляется на поводок. И получается на одном поводке у тебя две собаки. А к ним я хотела купить. Мне очень понравилось качество этого магазина. И я купила к ним еще такие серые поводочки. И всем одинаковые серые ошейники. Со светоотражателями. Они из той же коллекции, что поводки и сворки. Я еще купила к этим сворочкам не длинные поводки, а такие вот очень коротенькие. Чтобы по городу, когда мы ходим, машины, все такое, опасность какая-то, чтобы собаки просто вот так вот рядом у меня тут шли. Даже вот эту штучку для пакетиков собачьих купила тоже в таком же стиле. Все серо-черно-беленькое такое. А еще из закупочек к нам пришел корм недавно. Корм, который мы кушаем. Собаки мои, кто еще не знает. Курочка для щеночков, иберийская свинина, говядина и ягненок. А еще лакомства вот такие вот я заказала. Вот эти вот мне нравятся тем, что это такие длинные палочки. Смотрите. И удобно, когда ты дрессируешь собаку, вот так прям отламывать кусочки. Они же мягкие, как и корм, то есть сочненькие такие. Можно целую палочку дать, а можно вот так вот кусочки отламывать. И легко очень они даются. Но я для дрессировки чаще использую вот эти вот. Видите, они даже у нас здесь полбаночки. Называется кликбитс, потому что они маленькие, такие звездочки получаются. Они очень малюсенькие и мягенькие. И когда дрессирую собак, по одной вот так вот даю легко. Из-за того, что они мягкие, собака быстро съедает этот кусочек. И Юмичу, господи, посмотрите на это, на это вечно голодное существо. Ну же такое. В общем, кто не в курсе, ссылочка будет в описании на лакомство и на корм. У них там еще есть другие, другая продукция. Я вообще платинум обожаю, всегда за них топлю. Ну, а мы погнали в наш первый пробный заплыв. Так, сейчас мы будем раскладывать наш сап. Я как-то в видео в одной из тренировочных спросила, для чего вот эта штука. И многие отгадали правильно. Если я упаду в воду, сап не уплывет от меня, он будет прицеплен к моей ноге. Мы решили начать наш путь вот отсюда, из-под моста наш маршрут проложить. Вот сюда вот я приклею, поставлю айфон. Да, нифига, он не приклеивается. На всякий случай я привяжу его, если айфон упадет. Сейчас я спущу свою конструкцию вниз. Моя конструкция уже сломалась. Давай залазь, вот молодец. Наш первый кандидат на путешествие. Сейчас я включу камеру там. Мама! Мне кажется, мы уже плывем. О, я не представляю, как это делать с четырьмя собаками. Я до сих пор не уверенно себя чувствую на воде. Пока! Оператор! Все, я сейчас буду вставать потихоньку. Софи, стой. Главное, не слазь. Я вот чувствую, что я просто не уверенно себя ощущаю на доске. Софи пошла такая. А, меня кусают. Ужасно жрут комары, при том, что я побрызгалась. Ребят, расскажите, как вы справляетесь с комарами? Это просто капец. Можно, конечно, грести сильнее. Мы плывем по течению. Капец глубоко. Мы прям посреди реки. Одна собака ощущается комфортно. Мы сейчас посреди реки прям. Вообще, ребята. Весло мое, весло до дна не достает. То есть, я не чувствую дна. Вот, я засовываю весло. И все, моя рука может до бесконечности туда опускаться. В принципе, нормально. Я хочу попробовать взять разгон дальше уже по реке, где будет поровнее. Мы сейчас развернемся и поплывем по течению в то самое место, куда я хочу в заплыв. Все его собаками поплыть. Я не хочу врезаться в бревна. Нет. Отталкиваемся от них. И плывем сейчас по течению реки в ту сторону. Я очень рада, что, ой, ой-ой-ой, надо встать поувереннее. Что София, она стоит, она ходит даже. И ничего не происходит. То есть, она не прыгает в воду. Я переживаю, что Юля может со своей прыгучестью решить спрыгнуть в воду и скупаться. Прям водоросли под нами. Мы заплыли в такой кусок, где я не уверена, что мы можем проплыть. Сейчас мы будем пробовать проплывать. Блин, мы врезались в траву. Мне нужно работать над управлением, потому что я боюсь, что мы здесь не пройдем. Мы застряли. Меня прикалывает, что Софи стоит как капитан просто на краю. Аккуратно, Софи, не упади. Не упади. Прямо на краю, она как будто хочет управлять процессом. Выбираемся с вот этой мели, в которой мы застряли. Черт, прям в траву. Мне кажется, Софи прям интересно. Софи, мне вот чувствуется так, что Софи прям интересно. Да? Тебе нравится? Тебе интересно? Аккуратно, аккуратно. Мы плывем, мы плывем, плывем. Вот здесь вот начинается течение. Это то, что я в первую очередь хотела проверить. И оно довольно сильное. И я думаю, что со всеми остальными мы поплывем вот туда. Мы сейчас это и сделаем. Мы проедем и проверим маршрут. Вот видите, я не грибу, и мы плывем. Мы не стоим. Вот такое течение сейчас здесь. Нас течет, течет, несет само течение. То есть я даже не грибу. Мы уже не сможем увидеть нашего оператора. Он уже не сможет нас дальше снимать. Оно реально прям заносит нас. Блин, ребят, нас занесло. Софиш, отойди, отойди. Нас занесло в не очень хорошее место. Наш оператор нас уже потерял, потому что нас отнесло течением под какое-то дерево. Иди сюда, чтобы я тебя видела. Но не вставай слишком близко к камере. В принципе, маршрут проверен. И мы можем знать... Мы поплыли, мы врезались прямо в дерево. В принципе, маршрут ясен. Он довольно экстремальный. И с четырьмя собаками его пройти, я надеюсь, что у меня получится. Мы заплываем в такие дебри, в узкую часть реки. С четырьмя собаками, я думаю, будет намного тяжелее. Я хочу попробовать набрать скорость сейчас. Давай, Софи, стой. Отойди от края. Софи очень нравится стоять прямо на краю. Я не понимаю, почему. Все, я исследовала эту часть реки. Главное, не врезаться, чтобы не уронить айфон в воду. Софиша. Ой, 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 тихо. Все. Это та часть, откуда нас принесло. А это то, куда я планирую проплыть дальше. Вот туда за поворот. Со всеми остальными вчетвером. То есть они вчетвером будут здесь сидеть. Сейчас мы попытаемся вернуться обратно к месту, где остался наш оператор. Это очень красиво плыть по реке. Вообще невероятно. Мне безумно жаль, что вы не можете увидеть эту красоту через видео. Вот вообще прям как страшно кусают комары. Немножко беспокойно страшно, особенно когда мы вот так подплываем близко к берегу, что мы сейчас врежемся. Но вот это чувство находиться в воде, в реке. Кстати, как вариант, я подумала, если я буду очень сильно беспокоиться плыть с собаками стоя, то я буду лучше плыть сидя. Но мы должны преодолеть этот маршрут, который я запланировала. Сегодня мы преодолели лишь, я думаю, половину. Но зато мы исследовали здесь обстановку. Поняли, что как, что к чему. София все время стремится на край. Она почему-то хочет контролировать ситуацию, стоять на краю доски прямо. Мама, мама, наконец-то мы доплыли до нашего оператора, до берега. Но я, по крайней мере, могу точно сказать, что либо сидя я буду плыть с ними, либо с нами что-то произойдет. Потому что на воде, на большой, не как в бассейне. Все-таки ощущения абсолютно другие. Ребята, пока мы плыли по реке, мы обнаружили какую-то фигню. Сейчас я вам покажу. Я сейчас пробую подплыть. Вот, видите, вот это черное? Это на самом деле какое-то строение. Я не знаю, чье это и что это. Оно вот тут, только с реки можно к нему подплыть. Квест просто какой-то. Я врезалась в ветку и пытаюсь от нее оттолкнуться. Короче, мы заплыли на корне дерева и на его ветке. Сейчас опять застрянем. Так, черт. О, блин, вот это вот истери. Как управлять сапом? А попытаюсь дотянуться рукой. Видите, она прямо на меня сейчас воткнется в глаз мне. Сейчас надо ее плыть. Во, я нашла берег, я нашла берег. Что же это такое за конструкция? Ну, может быть, в следующий раз мы посмотрим, чей это дом там в лесу стоит реально. И только через реку можно к нему пробраться. Софиш, только не надо пытаться залезть на берег. Так, все, я залажу на сап. В следующий раз изучим. Видите, как нас течением несет? Нет, мы не хотим туда. Против течения плыть здесь, особенно в этих водорослях, очень трудно. Софиш, держись. Я практически выковыриваю себя. Айфон все-таки упал, слава богу, не в воду. Течение нас обратно несет, смотрите. Прям вот оно обратно нас выталкивает. Почему-то вот Софи нравится стоять прямо на краю. Она прямо вот на самый кончик просто сапа встает. Может быть, ей нравится стоять на краю, потому что меньше всего укачивает. И она все... Капец, я прямо вот на таком течении, на котором... Против которого я плыву и стою на месте тупо. Нас уносит. Нас реально уносит. Я не могу плыть. Я не могу плыть. Нас уносит. Стой, я не хочу. Софи, Софи, Софи. Стой, стой, Софи. Софи, я убалом в воду. Ну или прыгнула, я не знаю. Софи, плыви сюда. Плыви сюда ко мне. Иди сюда, иди сюда. Она запуталась в водорослях. И пофигачила против течения. Она все-таки спрыгнула. Я не успела заметить вообще, по какой причине Софи совершила этот безумный поступок. Но зная Софи, что она любит купаться, я могу заподозрить, что она это сделала просто по приколу. И не ожидала, что там такое течение. Стой, 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 стой. Нас опять несет куда-то. Если бы это было с четырьмя собаками, я боюсь, если бы вот так Софи спрыгнула, а я бы стала ее ловить, все бы в итоге повалились вместе, блин, с этого сапа. Софиша, тебе нормально? Зачем ты это сделал? Ты козявина, да? Теперь ты собачат не воняешь. Хорошо, что айфон не упал вместе с твоим прыжком. Ты больше так меня не пугай. Пап, фигачила против течения. Мы из-за тебя на несколько метров отодвинулись. Это водоросли Софишкины, которые зацепились за нее после того, как она из воды вылезет. Софи, только попробуй скрыть. Только попробуй строить шоу опять. Как же нам проплыть вот этот кусочек, где мы против течения плывем? Мне кажется, надо усилить просто скорость и пофигачить прям сильно. Держись. Вот сейчас мы проплывем этот кусок. Нет, мама, мама! Нет, мама, мама! Вода очень холодная. Я чуть не без засветки. Не трону. Ой, блин. Это, как его? Весу. Весу. Господи. Все. Софиш, прости. Прости меня. Я испугалась, что мне сейчас ветка просто в глаз долбанет. Я надеюсь... Звук. Звук. Я надеюсь, что не испортился микрофон и айфон, потому что упали в воду. Надо для таких случаев что-то водонепроницаемое. Но кто бы мог подумать. Блин, нас опять несет течением. Я хочу сейчас к тому берегу пришвартоваться. Я не хочу, чтобы заболела я или Софиша. Кажется, сломался динамик на айфоне. А говорят, они водонепроницаемые и им пофиг на воду. Пойдем отсюда нафиг. Ааа, ну не в грязь же, господи. И просто в грязь пошла. Нормально вообще? Вот это нормально вообще? Ну, пойдем я тебя искупаю. Если я решусь на то, чтобы повторить это с четырьмя собаками, я буду просто психом. Ну, я же мэджик. Мы все обожжаты комарами. Надеюсь, вам зайдет этот ролик. Вы наберете на нем очень много лайков для продолжения со всеми. И пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Я не могу. Все. Пока.